Гарнизонный клуб офицеров Новый дом культуры станет филиалом досугового центра «Юность», который работает в Горках Ленинских. Скоро в этих кабинетах начнет работу множество кружков. Хореография английского языка даже будет создан свой вокальный инструментальный ансамбль «Планов Громадье». Для начала мы планируем здесь открыть секцию кикбоксинга, уже существующую в поселке Горки Ленинские. Также у нас планируется художественная студия, тоже существующих кружководов и, скорее всего, театральная студия. Это то, что мы уже готовы открыть. Зданию бывшего гарнизонного клуба офицеров более 60 лет. За это время здесь несколько раз проводились только косметические ремонты. Зимой в зале сидели в шубах, летом настиж открывали окна. За долгие годы он пришел в полную негодность. Даже глава муниципалитета сомневался, что можно восстановить здание. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают. Мне до конца самому не верилось, потому что вот у нас есть здесь помещение, специально к сегодняшнему открытию сделали такую фотовыставку, было стало. Когда посмотрели, как было, и еще я своими глазами это видел, ну, честно говоря, у меня мурашки похуже, бежали, как же это все восстановить. Теперь этот зал способен принять более 280 человек. Он оснащен новейшим световым и звуковым оборудованием. За кулисами расположены прекрасные места для артистов. В том, как сильно поменялось восприятие здания, можно было убедиться на небольшом концерте, который подготовили для всех, кто собрался сегодня в Доме культуры. Оснащенность великолепная, замечательный звук, замечательный свет. Профессионалы работают здесь. Очень приятно, хорошая акустика. Я советую сюда приезжать артистам, действительно здорово. Особой гордостью обновленного культурного центра стал рояль легендарной польской фирмы «Шиммель», которая недавно отметила свое столетие. Достаточно сказать, что подобные инструменты стоят в Большом театре, Бостонском балете, Академии музыки и Мнегнесиных, Парижской консерватории и многих других. Ремонт и оснащение здания финансировались из областного бюджета и бюджета поселения. Старое название «Гарнизонный клуб офицеров» осталось в прошлом. Теперь его будут называть «Дом культуры». Но руководство поселения уверено, что исторические традиции не канут в лету. Конечно же, многие из вас, дорогие жители поселка Петровска, исторически по привычке будут называть его «Гарнизонный офицерский клуб». Мы в дальнейшем планируем проводить здесь мероприятие с войсковой частью ПВО 52-096. Работа по реконструкции «Дома культуры» началась летом прошлого года. Полностью поменяли крышу, сантехническую систему, электрику, утеплили стены, провели современную систему отопления и кондиционирования. До этих работ был создан дизайнерский проект, на разработку которого ушло более полугода. «Хотелось поддержать фасад здания, он такой, достаточно полудеанский, в нем много архитектурах, ветхое здание вообще было, в принципе, и вот эта вся часть, где был холл, оно оказалось все темным, низким, и хотелось подчеркнуть вот эту высоту, подчеркнуть вот эти элементы архитектурные, все выделить». Помимо фасада, всего было отремонтировано помещение площадью более 800 метров. Теперь здесь могут одновременно заниматься почти 100 человек. У местных жителей язык не поворачивается назвать это прекрасное обновленное здание Домом культуры. «Дворец культуры, впечатления, огромные, прекрасные здания, много комнат, много функциональные, где могут быть заниматься не только дети, наши дети, но и может какая-то проводиться культурно-просветительная работа». Дом культуры ждет большая и активная жизнь. Большому кораблю – большое плавание. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.